Территория социального оптимизма. На протяжении нескольких лет здесь активно ведется работа в заданном направлении. В подтверждении этого глава поселения Елена Добренкова традиционно отчиталась от деятельности администрации в 2017 году. Он был и сложным, и легким, и хорошим, и в общем-то обычным, таким, как всегда, рабочим. Мы подвели итоги, мы понимаем прекрасно, что достигнуто много выполненных задач, которые стояли. В начале 2017 года администрации сельского поселения Совхоз имени Ленина ставилось несколько приоритетных задач. Увеличение числа людей, занимающихся спортом и творчеством, благоустройство территорий, социальная поддержка местных жителей. На все это из бюджета выделили достаточное количество средств, поэтому работа в направлении заданных тем не составила труда. Открыли большой, красивый и комфортный новый детский сад, школу, аналогов которой в России больше нет. Строились детские площадки. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить руководство сельского поселения Совхоза имени Ленина за ту конструктивную работу, которая проводилась совместно с нами в 2017 году. Это собрание по традиции стало первым в отчетном периоде поселений Ленинского района в 2017 году. Также традиционное и присутствие на всех отчетах главы муниципалитета, которому во время мероприятия поступали вопросы от местных жителей. Олег Хромов на все дал ответ, лишний раз подтверждая свой принцип открытости власти. Несколько вопросов люди адресовали и Елене Добренковой. У нашего дома у каждого подъезда стоят лавочки и по две урны. С обратной стороны дома ничего такого нет. В рамках отчетного мероприятия состоялось награждение тех жителей Совхоза, которые в 2017 году отличились своим трудолюбием. Не нужно останавливаться на достигнутых успехах, совершенствовать свое дело. В целом работы администрации местные жители остались довольны. Они единогласно поставили ей оценку удовлетворительно. У нас замечательный поселок, работа проделана, это хорошо. Есть какие-то пожелания жителей, соответственно будут выполняться. В холле дома культуры, где проходил отчет, работали выездные консультации для жителей по важным социальным направлениям. Здесь можно было обратиться к представителям местной управляющей компании, пенсионного фонда, управлении здравоохранения и соцзащиты. Услугой воспользовались десятки людей. Осталась ею довольна и пенсионерка Нина Шибаева. Очень удобно. Вы знаете, сколько видно там народа, какой район огромный стал, сколько людей. Очень хорошо, я довольна. В этом году совхозу имени Ленина исполняется 100 лет. В ноябрю планируют открыть долгожданный бассейн, который сейчас находится в завершающей стадии строительства.